Добрый день дорогие друзья сегодня хотел поделиться с вами теми тестами которые провел за эти дни или в эти дни я тестировал скутер lujo k200 с мотором da90s два дня я ездил на нормальных скоростях в обычном режиме по городу вот и то что вы увидите сейчас это тест на максимальную возможную дальность при которой можно ездить наслаждаться ездой но это не самая медленная езда так что смотрите этот этот тест что самое интересное что при нормальных поездках мы ускоряемся намного быстрее и вот если ускорение происходит приз происходит не совсем резко нормальная езда без всяких резких движений и то что я сделал за эти два дня это увидел на каких скоростях самая экономичная работа мотора то есть самый меньший расход конечно можно ездить еще на скорости 30 километров в час но это немножко скучно поэтому вся езда сегодня была на скорости 40 45 иногда чуть больше максимально было 52 когда пришлось обгонять грузовик вот но это вы можете увидеть видео и приятного просмотра если нравится вам мои видео ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новости эти тесты я проводил по моему обычному маршруту в их ай это не самое равнинное место есть горки подъемы это как раз ты вам покажу в этом видео мой профиль поездки так что по ровному месту расход возможно еще уменьшить но взял я реальные условия поездки так что здесь нормальный режим поездки на мотороле при катетном ускорении и особенно на подъемах видим тот ток сразу увеличивается поэтому на равнинном месте потребление или на установившихся режимах даже при подъемах намного меньше чем на переходных режимах а сейчас вы видите как разгоняется скутер со скорости 0 до 40 практически ток даже не поднимается выше 20 ампер 21 ампер и мы спокойно разгоняемся на прямом участке дороги до 40 километров в час сейчас мы видим поездку и подъем в горку это самый крутой такой подъем на моем участке до 25 примерно процентов и как мы видим старт конечно требовал чуть больше ампераж вот и я уехал со старта немножко поязвее 35 ампер примерно но то что вы видим поднимаемся в горку это 20-23 ампера на скорости 40 километров в час то есть скутер спокойно едет в гору и потребляет очень мало затем начинается спуск и мы видим что потребление падает и затем вообще прекращается мы просто идем накатом с разгоном скорости иногда при торможении появляется рекуперация то есть мы видим плюс тока то есть батарея начинает заряжаться для желающих увидеть полную запись видеоскрина всей поездки смотрите ссылку в описании видим сейчас это после наката и поездки с горки расстояние на приборе возможной дальности поездки увеличилась это показывает что этот прибор пересчитывает дальность зависимости от стиля поездки и профиля поездки мы выехали сто сорок два километра было и сейчас сто сорок шесть наше или же мое путешествие подходит к концу расстояние уже пройдено почти 20 километров еще осталось несколько километров и я уже буду у цели в итоге я проехал 21,4 километра дисплей и софтвер пересчитал весь профиль поездки и режим поездки и в итоге в конце поездки расстояние возможно еще которое можно было проехать осталось сто сорок четыре четыре десятых километра то есть общее расстояние которое возможно проехать на этом скутере с этой батареи 50 ампер часов составляет чуть больше ста шестидесяти пяти километров а теперь для на такой интересный момент сейчас вы видите на вашем экране различные записи двух поездок в различное время одно еще я делал в конце марта и это сейчас 19 мая разница температуры воздуха 10 градусов и в мае уже 23 было градуса но самое важное что вы видите время поездки было одинаковое скорость поездки было одинаково но я выполнял эту поездку не в одно и то же время то есть марте я ехал пробках и ускорялся намного сильнее я уходил с перекрестком первым вот и в итоге все равно попадая движение в пробке останавливаешься снова начинаешь ехать скорость поездки средняя составила те же 37 километров в час но расход как вы видите гораздо больше даже несмотря на то что время поездки и скорость средняя за время поездки было одинаково в эти два дня но стиль езды совсем разный температура воздуха разная и в итоге 4 процента расход отличается поэтому выбрав самый экономичный стиль езды можно гораздо больше увеличить дальность возможной поездки если вам понравился мой видеоотчет по тесту скутера с европейским сертификатом и с мотором da90s буду рад если ставите лайк подписывайтесь на мой канал также смотрите мои другие видео с тестами на suzuki ax100 с мотором da90s и на кросс с мотором da100s благодарю вас еще раз за внимание и всего хорошего до новых встреч в эфире а